Адвокат Юон Дорогой, который оказывал услуги бизнесмену с неоднозначной репутацией Вячеславу Платону, отправлен на скамью подсудимых. По данным антикоррупционной прокуратуры, ему вменяют фальсификацию документов по делу о банкротстве компании. Прокурор обвиняет Дорогого в том, что он зафиксировал ошибочные данные в документах, связанные с общим собранием кредиторов, с целью взять под контроль процесс неплатежеспособности путем назначения ликвидатора и получения положительного решения. Дело открыли еще в прошлом мае, а сам адвокат обвинения отвергает. Меня не отстранили от процесса представления интересов, поскольку я не совершал никакого противзаконного деяния. Это всего лишь простой интерес некоторых лиц, цель которых не была достигнута, а именно оппонентов моих клиентов. Иона Дорогого обвиняют в том, что в 2021 году, будучи представителем компании-кредитора, в процессе о неплатежеспособности, инициированном компанией-должником, он пытался взять процесс под свой контроль, назначив определенного ликвидатора. Чтобы добиться положительного решения суда по этому поводу, Дорогой подделал документы, связанные с общим собранием кредиторов, которые состоялось в ходе процесса о неплатежеспособности. В частности, обвиняемый зафиксировал ложные данные в документах, связанных с общим собранием кредиторов, изменил место проведения собрания и выдумал причины отсутствия одного из ликвидаторов, обеспечив тем самым назначение того ликвидатора, которого он хотел. Позже эти поделанные документы были представлены в судебную инстанцию, рассматривающую дела о неплатежеспособности столичного суда сектора Центр, чтобы повлиять на решение суда в пользу группы кредиторов, отмечают прокуроры. Дорогой отвергает все обвинения и утверждает, что дело сфабриковано. Более того, адвокат заявляет, что подаст жалобу ВСПЧ. Возбудить такое дело невозможно, в связи с тем, что судебная инстанция, рассматривающая дело о несостоятельности, где утверждается, что я представил ложные доказательства, не уведомил орган уголовного преследования. И опять же, к сожалению, я дойду до Европейского суда по правам человека. Первый раз Молдова уже выплачивала компенсацию за незаконные действия прокуроров, когда они пришли ко мне с обысками. Дело отправили на рассмотрение в столичный суд сектора Буикана. Если Иона Дорогого признают виновным, ему грозит до 57,5 тысяч леев штрафа или до 240 часов неоплачиваемых общественных работ. В поле зрения прокуроров и СМИ Ион Дорогой попадает не впервые. В ноябре 2019-го он сдался офицером НЦБК и антикоррупционным прокурором после того, как стал фигурантом международного расследования за участие в рейдерской атаке на МАИП в 2011-2015 годах, организованной беглым олигархом Вячеславом Платоном. Дорогой заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу и что оно является следствием того, что он работал на Платона.